Наша программа продолжается. У нас в гостях Валентина Купцова, старший агент по обслуживанию пассажирских перевозок Международного аэропорта Красноярск. Доброе утро, Валентина. И Дарина. Дарина, привет. Я шанский марс Дарина. Вот так представилась. Сегодня мы поговорим на тему такую, как отправить ребенка в перелет без родителей, в полет. То есть, если, например, необходимо ребенка отправить, давайте начнем с того, с какого возраста, в принципе, можно отправлять ребенка одного. Ну, каждая авиакомпания возраст минимальный, разный, но вообще с 5 лет ребенок может летать самостоятельно, с 5 лет до 12 ребенок является несопровождаемым. Микрофон, говори. Несопровождаемым ребенком. С 12 лет ребенок может летать самостоятельно, но некоторые родители, они до 16 лет заполняют соглашение и также отправляют его как несопровождаемого ребенка. Смотрите. Как правило, чтобы там по прилету его встретили, да, другие взрослые, то есть дальше уже никуда его отправить, одного гулять, конечно, не пустят. Мы сразу покажем, что у разных авиакомпаний есть разные бланки, и вот с такими бланками ребенка уже приводят к стойке регистрации. То есть родитель, ну, им сегодня, видимо, буду я, или хочешь, можешь быть ты. Ты, ты, ты. Хорошо. Родитель вот с таким заполненным бланком приводит ребенка в аэропорт и отдает сотруднику аэропорта. Правильно я понимаю? Все правильно. Я была большая, огромная, как папа. Я? Да. Мы как пример возьмем. Я была большая, огромная, как папа. Ну, в общем, я такой и осталась. Если что, я... Да, и я в вашу кобу. В общем, Дарина, мы сегодня будем играть, как будто бы собираемся отправить тебя на самолете. Хорошо? Хорошо. Вот, давай представим, как будто ты собралась куда-то лететь, и сейчас мы говорим здравствуйте, Валентине. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда вы летите? Наверное, к бабушке. У нас очень часто отправляют детей к бабушкам на лето и потом обратно. Так, хорошо. Вот у нас есть ребенок, у нас возраст совпадает, у нее там какой-то свой рюкзачок. Что делаем мы на стойке регистрации? Мы подходим на стойку регистрации, обязательно спрашиваем, есть ли у ребенка багаж. Если у ребенка есть багаж, мы его оформляем. Выдаем посадочный талон. Смотри, рана ушла. Вот, смотрите, ребенок уже остался без присмотра. Иди, малыш. Смотрите. Не отходи, как правило, мы им говорим всегда, чтобы они не отходили от нас. Они очень послушные. Выдается посадочный талон, фамилия, имя ребенка, место обязательно. Багажная бирочка, если у ребенка есть багаж, клеится. И все это складывается вот в эту сумочку. Документы здесь уже заполнены, все это складывается. Проверяются обязательно документы у ребенка. На ручную кладь клеится вот такая вот красивая бирочка. Приклеим на твою сумку. А документом является свидетельство, да, наверное, единственное? Свидетельство о рождении. Паспорт тоже может являться перевозочным документом. Если ему больше 12 лет. Паспорт в 12 лет дают? В 14? Нет, в 14, до 16 лет услуга может оформляться. И у вас есть жилет, его обязательно надевать? Да, у нас вот такой яркий жилет несопровождаемого ребенка. Надевай, давай я подержу микрофон. Давай я тебе помогу. Ручки сюда. Вот так это все происходит. Жилет надевается для чего? Для того, чтобы, ну, например, в аэропорту ребенок, да, никуда-то там не потерялся, чтобы его видеть или что? Ребенка, да, конечно, мы его не отпускаем. Постоянно мы держим ребенка за руку. Потому что дети бывают разные, активные. Так, на стойке регистрации мы прошли все необходимые процедуры, такие же, с которыми встречается взрослый, да, пассажир. После этого мы отправляем, прощаемся и отправляем сотрудникам аэропорта своего ребенка на досмотр. Заполняем один первый бланк родителям, отдаем с подписью работника аэропорта то, что ребенок принят под ответственность перевозчика, под ответственность авиакомпании и дается родителю. Родитель ожидает взлета, когда самолет взлетает, и спокойно может уезжать. А что делает ребенок в тот момент, когда он проходит досмотр? Потому что, ну, взрослые, как правило, идут пить чай, не знаю, там, туалетные комнаты и так далее. Что в это время делает ребенок? Он находится с сотрудником аэропорта и просто, ну, так скажем, бездельничает или играет в игры? Нет, он находит, родители подводят его, у нас посадка начинается за 40 минут. Минут за 50 родитель подводит этого ребенка уже просто, чтобы попрощаться. Может проводить до зоны досмотра. Они, как правило, прощаются, обнимаются, кто-то плачет даже бывает. И мы начинаем проходить вот эти процедуры досмотра. То есть, короче, ребенка нужно дать максимально близко к взлету, чтобы он там особо не бездельничал, да? Да, мы даримся бабе и деть. Иного на году. В роль вошла. Рассказывай. Я хочу, и 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 я хочу. Вот так. То есть на досмотре мы, в принципе, все то же самое происходит, что и со взрослыми. Дальше в самолете. Да, досмотр мы проходим. Несопровождаемый ребенок приглашается на посадку на борт воздушного судна в первую очередь. А бортпроводник проверяет наличие документов. А подождите, еще до того, как она попадает на борт воздушного судна, ее везут отдельно или вот в этом же общем автобусе со всеми? Если воздушное судно находится на телетрапе, значит, в первую очередь просто работник приводит. Посадка пассажиров пока не начинается. Бортпроводник расписывается о приеме, то, что он принял ребенка. И начинается посадка основных пассажиров. Если это на стоянке, тогда работник ребенком за руку в автобусе едет, опять же, в первую очередь он приглашается, бортпроводник проверяет наличие документов, садит ребенка на свое место и расписывается, что работника принял бортпроводник. У меня просто сестра, когда была маленькая, у меня есть даже на эту тему история, тоже однажды летала одна. Сейчас расскажешь. Так она сказала, что это время, когда она максимально чувствовала себя королевой. Потому что она говорит, все вокруг тебя и все вокруг тебя. Вот до попадания ребенка на борт, ответственность в том числе сотрудника аэропорта, а потом уже бортпроводник, да? Да. С момента, когда представитель авиакомпании или работник аэропорта поставил подпись, что он забирает ребенка, ответственность несет аэропорт, представитель авиакомпании, наземная служба. Как только бортпроводник поставил подпись, что он принимает ребенка на борт воздушного судна, ребенок попадает под ответственность бортпроводников. Хорошо, а что делать в том случае, если я отправил своего ребенка впервые в такое путешествие, все процедуры прошел, а на борту, например, во время взлета или во время полета, или во время посадки, не знаю, начали закладывать уши, началась, может быть, какая-то истерика, да? В этом случае как поступает? Есть ли какой-то регламент? У нас бортпроводники вообще подготовлены к таким ситуациям, но проблем, вы знаете, не было, если честно. Здесь указывается, да, в соглашении обязательно, что родитель, он объясняет, что ребенок хороший, нормальный, ведет себя, не капризничает. Ну, люди бывают разные, дети в том числе, но, как правило, у нас такого не бывает. Ну, короче, это часто пользуется, эта услуга, да, она бесплатная, естественно, это просто нужно к ней более ответственно подойти, заполнить все документы и приехать заранее, возможно, да? Это надо заявить при покупке билета обязательно. Авиакомпания должна знать, что у них на рейсе будет такой ребенок, они по всему маршруту следования дают телеграмму, чтобы аэропорт отправления, аэропорт назначения, они чтобы знали, что у них есть такой особый пассажир, особо важный пассажир, да. И все, и тогда уже бортпроводники и службы уже готовы к такому ребенку. У нас не только один ребенок может быть на рейсе, их может быть несколько. Они, как правило, садятся, прям, вот если есть возможность отдельно, в поле зрения бортпроводников, чтобы он вообще никуда не мог уйти. Потому что это очень большая ответственность, как авиакомпании, так и перевозчикам. Да, это очень большая ответственность. Спасибо вам большое, что сегодня пришли, что попунктно все рассказали. Давай, Дарина, ну давай, ты хотела что-то сказать, давай, говори. Я еще советую. Так, куда летишь? По бабе, что я не могу идти в самолете. Я вам карточки даю, почему мне нравится в самолете идти. Вот, у нас даже Дарина настолько вошла в роль, что уже летит на самолете с билетиками, все как надо, в жилете, да? Куда? К бабе. К бабе. Даринечка, мягкая посадка тебе. Спасибо вам большое, продолжим эфир. Я три папушки. Три папушки. Субтитры сделал DimaTorzok